Привет, друзья мои! Сегодня понедельник, базарный день. С утра сидим дома. Встала я сегодня, проснулась поздно. Ну, что делала? Кашей накормила, сейчас супом буду кормить, уборкой. Ашкен пришел к базару, ходил сам, купил вот такие игрушки. Говорит, базар дорогой. Купил кабачок, купил яблочки моим дочкам и нам. Так, здесь купил сливки, виноград купил, купил помидоры, помидоры купил. Купил 3 кило персиков, сказал 15 лир, по 5 лир. Баклажаны, такие игрушки какие-то необычные. И сейчас еще пошел за арбузом 20 лир такой арбуз. и бука 4 лиры килограмма. Ашкен салаталы? Салаталы малцы драки. А, там он. И вот купил картошку и зелень. Вот видите, как устала. Чёрт устала. Дети как радуются. Так, Демишка, иди поодень, бабуля, ты проснулся, иди одень Маечку и шортики, ты знаешь. А это такая лохматая у меня. Все, давайте кушать чорбу. Уготовила я им суп такой. Да, вот это. Вы знаете. Мерджимик с кабачком. Нет, это я кушала давно уже. Понравилось. Бабуля, ты же сказал, что мари. Чипсы потом дам. Сначала нужно супчик поесть. Не, не, сначала чипсы. Нет, сначала не чипсы. Уважаемые друзья и подписчики, подписывайтесь на мой канал на Инстаграме. На нём вы увидите то, что я не показываю на Ютубе. Это интересные фотографии, посты о моей жизни, о моём бизнесе. Ссылка находится в описании под каждым видео. Пожалуйста, переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками. Вместе мы сила. Та-да, мы... Та и как дышат вообще люди, а? Очень просто. Рот открывает, носом дышат. Ртом и носом. Ртом и носом. Друзья, мы собрались... А здесь что такое падает? А вы знаете, как я разговариваю всё время? Я так... Мы вышли в парк сегодня пораньше. Ашкем отправил. Говорит, иди, говорит, с ними пораньше. Жалко, говорит, сидят дома. А то у меня иглашки полно. И это базар распределила. Котлеты пожарила. Ребята, и ещё... Я забыла. И ещё, когда мы ночью, со временем идём в парк, так хочу, чтобы мы утром пошли. Днём. Потому что ночью, со временем, менее чуть-чуть сейчас... Остаётесь. Надо сейчас тоже чуть-чуть, потому что надо Ашкема через час кушать давать. Мама! Так много детей сейчас. Кто знает грузинский, то подпишитесь на канал. Кто знает русский, то поставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Ух ты! Какие условия! Нажимайте на красную кнопку. А она внизу, под этим роликом внизу. И лайк! Лайк! Лайки, бабуля, как подстригла мальчика. И ещё, я всё время, когда ролик... Красивый балтик ввестал. Всё, пойдёмте, пойдёмте на наше место. Как им нравится здесь. Спасибо Богу, что парк рядом с нами. Действительно, вот был бы в Батуми такая красота бесплатная. Посмотрите, сколько возможностей. У нас тоже есть бесплатно, но там в центре, подальше. Ой, дебозима, моя мнутичка. Как лягушонок мой. Нет, как лягушонок. Ноги так высоко... А ты помнишь, когда прыгала лягушоник-то? Лягушоник. Маленький такой. Я хотела даже в руки взять. Знаешь что? Ну она кусает, но она кусает, ещё на лице прыгает. Знаешь что? Не бери в ротик мячик грязный. У меня тоже была. Ну всё, пойдёмте гулять, играть. Пожечь. Сижу я на земле, на травке. Забыла взять подстилку. Хоть немножко отдохну. Так день, друзья мои, быстро проходит. Не знаю, что-то сегодня не получилось. У меня утром проснуться. Я целый день в движении. Мне говорят, похудела, поправляюсь. И я кушаю. Правда, что я сегодня поела, я не помню. Арбуз поела, персик поела. А вчера же я жарила эти оладушки, типа. Три штуки так. Один раз что-то покушала, второй раз третий. Так получается, да? Сейчас они нарезвятся. Я заснула сегодня днём. Легла рядом с Ирмочкой. Но она так и не заснула, а я заснула. Я разбудил телефонный звонок. Свадьба скоро подходит, а у меня вообще нет настроения никуда идти. Настолько я устала. Какой-то стресс у меня, что я вообще не хочу. Я представляю это, что нужно. Когда куда-то собираешься, нужно за всё думать. Не так ли? Нужно думать, чтобы они были сыты. Потому что в 8 часов нам Ашкев сказал, что мы, наверное, не пойдём туда в семью. Это далеко, возле автовокзала. Мы не пойдём туда. Потому что дети там действительно испачкаются и будет там виситься. А там они родственников кормят, кто приезжает издалека. Но, естественно, мы из дома придём. Мы должны дома будет покушать. Нужно покормить детей, а там будет только такое всё. Танцы, мансы. И в 8-9 часов должны приехать. И мне нужно им всем волосики заплести, себя привести в порядок. Вот я здесь в Батуми, говорю, в Турции, в Мерсии. Нашла стилиста, чтобы пошла. Она мне макияж красивый. Всё придётся со мной делать. И волосы тоже. Сейчас не буду ехать за тысячи километров за это. У меня форма волос есть, и всё. Уложу как-нибудь. Не впервые. Что вот такие дела. Я должна быть самая красивая там, банджи-невестка. Не знаю, что одену. Хотели в воскресенье пойти что-то мне подобрать. Сегодня нет вообще сил. Сегодня же базарный день. По моим сведениям, родители приезжают 19-го. Они остаются у Лизленчика, потому что дом будет переполнен гостями и родственниками. Очень много родственников в Уашкене. Они не в Мерсине, а живут где-то далеко. В Измире очень много родственников. И Эндер сказал, что 4 человека и у нас можно положить. Если будет такая вот нехватка. Мне сказала, конечно, говорю. Вопросов нет. И 17-го начинают уже подъезжать они сюда. Так что нам будет весело. И я представляю, какая это будет для меня... Малоюдночка. Я представляю, какая будет у меня эта неделя, если вдруг у меня будут гости. Но ничего. Мне так было плохо. Я все делала так, что Бог даст мне силу. И все будет хорошо. Отвлекаюсь на детей, потому что постоянно их контролирую. Даже вот села, видите как. Ну, травка теплая, поэтому я не боюсь. Вот такие вот у нас новости, друзья мои. И, наверное, я не знаю, завтра, послезавтра уже надо пойти мне к моей Асе. Сделать маникюр, поменять педикюр. Аж кем сказал, папа посиди с Деми и Ирмой. Я говорю, 5-6 часов, хорошо, говорит. И Ирмочка сегодня с утра что-то начала покашливать, сухой кашель. Но я быстро ей дала лекарство. Бесептол дала, он сульфаниламидный препарат. И при заболеваниях дыхательной системы тоже, при кишечной инфекции. Хорошо, что я купила ей, как говорится, кипитку, слава Богу. Хотя бы она не заболела. Нож поесть, если что, супрастин тоже есть на ночь данный. Но не кашляла в течение дня. Может быть, она морожие много переела. Я не имею понятия, от чего это могло появиться. Вроде бы смотрю так за ними. Постоянно дышу ими. Какие они у меня хорошие. Боже, вы знаете, что я такой сейчас счастливый человек. Вы себе просто не представляете, когда мои дети со мной живут. Я так тосковалась за пани. Я так мечтала о тех моментах, которые сейчас я переживаю. То есть, их усыпить. Несколько раз я встаю и их тюную. Одного, второго, третьего укрываю. И они что у меня под гнездышком? И впихаю эти фрукты. То есть, я согласна целый день стоять на кухне, лишь бы им было хорошо. Это большое счастье. И они такие благодарные глазки любят. Говорят, ты наша мама. Я говорю, нет, мама у вас одна, а я ваша бабуля. Друзья мои, желаю вам испытать этого вместе со мной. Этих моментов. Силы берутся не знаю откуда. И вообще не работаю, забросила свой бизнес. Но у меня бизнес такой, что его можно и забросить, и потом вернуться. Нет, я работаю как-то. Есть у меня наработки, всё. Я постоянно работаю, продолжаю. Но заниматься этим я решила дать себе отдых. И так получается. Бизнес у меня такой, что он никогда не потеряется, не исчезнет, не уйдёт. Можно делать перерывы, потому что я сама себе хозяйка. Вы сами понимаете, я не успеваю вообще сесть за комментарии. Так, но чуть поздно-поздно, когда там какое-то видео загружу, только могу просматривать. А так я целый день в сентябре. Потому что этих моментов долго не будет у меня. Это не как радуется. Мама моя, это не как радуется, это счастье минуты. Просто у нас в квартире не набегаешься тогда, поэтому парк здесь рядом. Очень, очень хорошо для нас, для жителей этого района. Мама моя заболела. У неё 38,5 было вчера. Сегодня надо позвонить. Утром я два раза с ней разговаривала, она собиралась к врачу. Но это не коронавирус, она просто простыла, опять промокла. У нас в Батуми постоянно дожди, постоянно солнце, дожди, солнце, дожди. Меняется погода несколько раз в день. Она вот не может сидеть на месте, ходит. Вот я ей утром сказала, когда я услышала её голос, я сказала, срочно антибиотик. Она говорит, нет. И ей всё равно, когда температура начала подниматься, вот она в этот ливень пошла в аптеку. Вот такая она у меня упрямая, пошла в аптеку, намокла. Она, естественно, осложнилась всё. Пройду к мамочке скорейшего здоровья, чтобы отдыхала. Она не отдыхает. Вы что думаете, она отдыхает? Она занимается закрутками. Это женщина, которая помешана на закрутках. Она едет на базар, тащит оттуда сумки и потом занимается этими закрутками. Я сказала, отдохни, ради Бога, отдохни. И время так пролетит, это время, когда я привезу детей, что вы не успеете ничего, оглянуться даже. Мама говорит, что в Батуми очень увеличилось случай коронавируса. Да все подряд мне пишут и говорят, что Света, говорит, болеет. Вот мои подруги, вся семья заболела. Один, второй, третий только и говорят. И, возможно, даже, что закроют границы опять. И, не дай Бог, опять моя дочь останется без работы. Только начала работать. Это будет очень сложно опять. Но я надеюсь, что все будет хорошо. Не дай Бог, не говорят. Все будет хорошо, все будет работать. А вы смотрите мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Кто новичок? Пишите комментарии, ставьте лайки. И предлагайте мой канал своим подругам, близким, родным. Немножко нужно увеличить число подписчиков. А то очень многие меня подкалывают. Что почему так все? У вас еще... Ну, не хочу говорить как. А я довольна тем, что у меня такое количество подписчиков. Зато я знаю, что у меня такая аудитория самая лучшая. Посмотрите на это. Девушка, осторожно. Хорошо, бабуля? Потихонечку. Холоденькая водичка. Но зато мои 11 тысяч подписчиков самые надежные, самые любимые, и самые лучшие. Тише едешь, дальше будешь. Откуда вы знаете? Завтра придет людей, когда у меня станет 100 тысяч подписчиков. Правильно? Я не гонюсь за большим количеством. Я такой человек, я понимаю, когда мои видео вам интересны, когда неинтересны. Но все равно это моя работа каждодневная. Я не могу заснуть, не загрузив, не обработав какое-то видео. Я уже привыкла к вам настолько, что я не представляю. Мне кажется, что если я закрою свой телефон, все, я умру. Я не хочу этого делать, потому что я с таким трудом нашла вас, и я вас очень любительна. Спасибо вам большое за ваш труд, за то, что вы пишете мне комментарии, поддерживаете, смотрите видео. С помощью вас я зарабатываю хоть какую-то денежку, да? Если бы не вы, этого бы не было. Спасибо вам большое. Благодарю вас. Ирмочка меня любит. Где моя Ирмочка, моя капулечка? Там сидит песочка. Вот скажите, как можно не ради них, не пахать? Когда дети сытые, довольны, здоровы. У меня сейчас такая болезнь, что я раньше могла себе позволить, допустим, полы не помыть. Могла два дня, да? Сейчас у меня болезнь. Я каждый день, я целую, в течение всего дня хожу с шваброй, друзья мои. Почему хожу? Потому что я думаю, мои дети сейчас бегают босиком. У нас тепло, очень теплые полы. И чтобы ничего не прицепилось к ножкам, чтобы если они лягут, они любят на полу лежать, там, на ковриках. Все должно быть чистое. Вот это у меня болезнь, поэтому я целый день движения. Некогда расслабляться. То на балконе смотрю, если на Маре там находится одна игра, и, допустим, я усыпляю, я через окно наблюдаю туда, бегаю каждую минуту. То есть у меня нету расслабления. Только ночью я расслабляюсь и до утра, как убитая. И то до трех часов, она потом ночью, когда просыпается, Ермочка, она плачет. Когда подходишь, спрашиваешь, что такое водичку хочу. Вот именно у нее такой вот звонок. Плачь. Подойдите ко мне, обратите внимание. Аж к им сколько раз дает, он сидит допоздна. Я не могу высидеть допоздна, я просто отключаюсь. И утром стою уже раньше всех. Да, я еще и успеваю делать йогу. Но не утром, а когда я их накормила, все, там они сидят себе на балконе, а я стараюсь делать йогу. Знаете, почему я делаю йогу? Потому что она дает мне здоровье. Здоровье моему позвоночнику. Друзья мои, если бы вы видели меня год назад... Сегодня я показала Марии видео, когда я упала. Я посмотрела на себя год назад. Это две разные Светланы. Такая я помпушка там. И ручки такие толстюченькие. И жирненькая Светочка такая. И волосы у меня, когда я упала, я только подстриглась. Некрашенные были. Короткая эта стрижка. В общем, я была совсем другая. И думаю, как я долбанулась. Я так не хотела показывать, но они настаивали. Покажи, покажи. И меня как начали обнимать, целовать. Бабулю жалеть свою. Вспомнила тот момент страшный. Боже. Эти крики, как я падала в подвал. И сейчас поэтому я хожу в последнее время. И что делаю? Держусь за ручку Ашкыма. Будьте действительно осторожны. Потому что можно поломать все. Очень просто. Спасибо Богу, который меня оберегает. Надоело тебе песочком? Дэми, знаете, какой ребенок? Он начинает что-то делать. Чем-то заниматься. Допустим, в мультфильме я сегодня включила. Чебурашку, крокодил Гена. Мультик моего детства. Им понравилась Буратино. Они вообще до этого о нем не слышали. И когда я спрашиваю, какое вам видео включить, мультик. Буратино. Но вот сегодня был этот. Крокодил Гена и Чебурашка. Хотя я сейчас не знакома с героями современных мультфильмов. Зато мои дети в курсе. Но им нравятся именно мои детские мультфильмы. Ирмочка, босиком не ходи, бабуля. Не порежь ничего ножку. Ирмочка. Ну что ты, друзья мои, что-то я сегодня много с вами говорю. Разговорила Светлана. Целый день не с кем только с ними. Иногда столько они мне рассказывают, столько рассказывают. Очень часто они дерутся. Они не делят между собой что-то. Деми с Мари очень сильно дерутся. И Деми у него больше силы. Как ударит ее, потом целые разборки. Ирма с Деми, они не могут друг без друга. Ирмочка, он ее зовет Ирмочка. Ирмочка очень ласково к ней относится. И все они всегда вспоминают за Мари. Если кому-то дашь конфетку, они говорят о Ирмочке и Деми. Деми и Мари. Понимаете, их троих нельзя разделить. Вот в данный момент я не могла их разделить. Как бы я забрала одного ребенка, а двое бы, что сидело бы там у меня в квартире и не увидела бы это. Не знаю, может со временем, конечно, буду уже брать там по одному. Посмотрим, время покажет, как и что. Но в данный момент я не могла, друзья, их разделить. И я хотела по возможности изменить жизнь хоть на какой-то период троим внукам. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.